Символ Уроборос Но потом решили, что рисовать горизонтальную восьмерку будет легче Всевидящее Око Древнеегипетский символ, обозначающий, что Бог видит все Хотя сам невидимый спрятан в пирамиде Этот восточный символ казался очень загадочным и экзотическим Долгое время его в качестве одной из основных своих эмблем использовали масоны Теперь Всевидящее Око чаще всего можно видеть на долларовых купюрах Плюс, как и его брат Минус, появился на свет в 1490 году Именно тогда была издана книга чешского математика Яна Видмана «Быстрый и красивый счет» В который он и предложил использовать эти два символа для сложения вычитания До тех пор же математики каждый на свой лад пытались объяснить словами Что нужно делать с числами в их формулах Ангх – египетский символ вечной жизни Ни одного покойника египтяне не отправляли в мир без этого символа Неважно, был он вылет из чистого золота или нарисован наспех на лбу сажей Собака – этот хвостатый символ современности просто молодец На самом деле он чуть ли не ровесник мамонтов Во всяком случае, впервые он появляется в средневековых латинских рукописях 14-15 веков Монахи тогда жадничали тратить дорогостоящий пергамент понапрасну И выдумывали всевозможные сокращения для часто встречающихся слов Например, для предлога AD, они просто слили AED и получилась закорючка собака После этого значок успел еще побыть бухгалтерским символом, обозначающим цену товара А в 1972 году американский специалист компании BBN Technology Рэй Томлинсон Придумал использовать его для указания адреса почтового ящика Кстати, собака его именует только у нас В разных языках он носит клички чертенок, котенок, червяк или даже булочка Продолжение следует...